Лукашенко отчаянно борется за свою жизнь и жизнь своего семейства. Ник и Майк сообщают об итогах поездки Лукашенко в Москву и его отчаянных попытках сохранить власть и собственную жизнь. Лукашенко ходит по кругу. Попытка балансировать между Украиной, Западом и Россией полностью провалена. В Кремле не купили посредничество в мирных переговорах с Киевом и очередную продажу отказа от нормализации отношений с Западом. И не купили не потому, что не хотели, а потому, что товар уж слишком долго залежался. И попахивает душком. Кольцо вокруг Лукашенко сжимается. Недавнее интервью Собчак, которое крайне сильно атаковало лукашенковский режим. Постоянные публикации в средствах массовой информации о состоянии здоровья Лукашенко говорят о том, что Кремль сливает диктатора. И начнем сначала. Именно кремлевские СМИ написали о том, что Лукашенко единственный, кто не поднимался по лестнице, а поехал на лифте. И именно Лукашенко поймали на этом подъеме и начали требовать интервью, где он задыхаясь пытался отвечать на вопросы, на которые не понимал, что отвечают. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то, как я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль, очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении. Именно кремлевские средства массовой информации начали писать о том, что Лукашенко находится в крайне тяжелом состоянии. И это не впервой. Не первый диктатор, который, выезжая из Кремля, едет не в больницу и не в резиденцию, а в другую страну. Казахстан тому прекрасный пример. Ну а что происходит дальше? Приезжает Собчак в Минск, берет Протасевича и поливает лукашенковскую пропаганду всеми мыслимыми и немыслимыми словами. Вот, например, отрезок. Ваша пропаганда плоха не тем, что она пропаганда, а тем, что она рассчитана, ну, либо на каких-то совсем дураков, либо на очень пожилых людей. Далее она начала говорить о том, что Протасевич чуть ли не опущенный или не униженный. И Собчак очень сильно жалко Протасевичу. Я просто посмотрела огромное количество интервью с тобой перед тем, как... И это вот очень неприятно. Я поймала себя на мысли, что мне прям неприятно это смотреть. Я стала думать, почему? Потому что от этого есть ощущение немножко, ну, как, знаешь, как будто к тебе здесь относятся, как вот в тюрьме есть такое понятие отпущенный. Во-первых, очень сочувствую в этом смысле тебе в этот момент. Но выглядит это вот плохо. Потом немного она унизила озаренка. Ну что, главный момент интервью, Роман, ради которого я все и придумала, это знакомство с Григорием. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. И в общем, примерно интервью, мало было похоже на интервью, но шло примерно в подобном ракурсе. И это все звонки с Кремля. Даже Игорь Тур четко в своем посту написал о том, что подобный заезд в Беларусь – это не журналиста Собчак-Ксении, а ФСБ Российской Федерации. Кольцо вокруг Лукашенко сжимается, а его здоровье заканчивается, как и век его правления. Потому что есть ощущение, Григорий, только без обид, что вы работаете на такую аудиторию, ну, немножко либо припиженную, либо, ну, скажем так, пожилую. Президент Украины заявил, что Северная Корея фактически включилась в войну на стороне России. Уже приходила информация о том, что на СВО собираются идти военные Северной Кореи. Если уже Зеленский говорит о том, что это произошло, то, как вы понимаете, ситуация очень сильно обостряется. Она, в общем-то, и около Северной Кореи обостряется, и вокруг Китая, и вот сейчас еще и уже в Украине. Саудовский принц отказался ехать на саммит Брикс и пригрозил обвалить нефть до 50 долларов. По сути, они и хвалились тем, что этот самый принц будет на этом мероприятии. Не будет. В общем, стратегический партнер по нефти Российской Федерации что-то заподозрил. Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией для уменьшения ядерной угрозы. Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией, а также с Китаем и Северной Кореей, чтобы уменьшить ядерную угрозу. И это все крутится вокруг одной и той же новости. Вроде бы как конфликты разные, а интересы одни. За сентябрь МАЗ продал всего 8 автобусов на российском рынке. Продажи новых автобусов МАЗ в России снизились на 62%. И это к тому, что Путин, по сути, сливает Лукашенко, осознавая, что синепал и хромой диктатор ему больше без надобности. Вот и все. Вот так постепенно Путин, завязав Лукашенко на собственной экономике, сможет крутить диктаторам так, как посчитает нужным. Заставит диктатора и балет танцевать, и ГПК. И он будет делать то, что ему скажет Путин. Нашел интересный отрывок видео. И у самой специальной военной операции, помимо военных целей, в общем-то, на поверхности находящейся, есть еще глубинные какие-то смыслы, цели, свой дух какой-то. Любая война – это всегда трагедия. Это невероятная трагедия. И тут я уже начал ловить здравый смысл. Думаю, действительно, ничего себе, российский батюшка говорит подобные слова. Может, действительно самостоятельно решил высказаться. Как я ошибался. Когда врач берет в руки нож и начинает ревать брюшину человеку, это может восприниматься как кровопролитие. Но с одной оговоркой мы понимаем, что это врач. Это врач, который понимает, что он делает. Понимает, что он должен разрезать. Он должен оттуда изъять что-то, что несет в себе смерть, а потом бережно зашить. И вот такое действие, оно уже не называется убийством, оно не называется издевательством, оно называется врачеванием. Хотя и больно, хотя и кровь, хотя можно умереть. Для меня специальная военная операция – это действие врача, который видит, какая зараза, какое безумие вошло в сердце, в недра русского народа, малороссийского народа. Куда устремился этот народ? Если мыслить подобными метафорами, то можно любую дичь объяснить и сказать, что это нормальность. Только не сейчас, а потом. Женщины из Башкирии записывают видео, рассказывая собственные истории о том, как их деревни остались без мужиков. У нас в башкирских селах и деревнях не осталось уже мужиков. Троюродные братья, бывшие мужья, сыновья и сватья ушли на СВО. Кого-то уже нет. Мужиков реальных уже не осталось. Кто-то сидит, кто-то на СВО, а кто-то просто умер. В Беларуси вне квартиры теперь нельзя хранить картошку. И это обусловлено жилищным кодексом Республики Беларусь. Теперь, в общем-то, будьте внимательны при покупке огромного количества или большого количества картошки. А то, мало ли, штраф получите, еще и под конфискацию попадете. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живе Беларусь! Слава Украине! Пока! Друзья, по поводу интервью Собчак и Протасевича можно многое говорить. Человек, очевидно, находится в заложниках. И он об этом, в принципе, сам на интервью сказал. Да, он действительно, уезжая в Дубай, думал свалить, но не смог. Когда он рассказывал о своих зарплатах, он у кого-то за спиной у Собчак спрашивал, может ли он назвать сумму, за которую работает. Слушай, а какая СЗП у тебя, как посварщик? Ну, я думаю, я могу сказать. У меня вот закончилось обучение буквально неделю назад. Также он начал говорить о том, что он, ну, в смысле, Протасевич, смог накопить деньги, за которые потом поехал в Дубай. В тюрьме он накопил эти деньги или где-то еще не объясняется. Суть в том, что человек реально находится в заложниках. Каждый к нему может относиться как угодно. Но это интервью брать как чистую монету не вариант. Ну, по факту мы с вами должны понимать, что то, что делала Собчак в отношении лукашенковского режима, это звонок самому диктатору. Ведь Собчак, как вы понимаете, просто так к Протасевичу не приехал бы. Ну, и просмотры сами за себя говорят. Неинтересная тема для ее зрителей. А вот для Путина очень даже интересная. Пока.